Каптрапить у заповедный список, залеченных на первый курс, им нужно переодолить выпробование уступной кампании. Первая и, напевно, самая складанная их частка – централизованное тестирование – уже заплячима. Конкретные выники еще не введомые, тому про тестирование можно говорить в Вогуле. Было выдано около 48 тысяч пропусков, около 2100 пропусков не было реализовано, то есть, соответственно, примерно 45 тысяч пропусков реализовались, и вот на эти 45 тысяч пропусков, соответственно, мы с 10 июля будем выдавать сертификаты. Но, опять же, для тех ребят, которые получили от единицы до 100 баллов. То есть все сертификаты выдаются, и эти сертификаты, срок действия их – два года. Колькость абитуриентов, которые зарегистрировались на резервовый день тестирования, у сравнении с предыдущим годом скоротилась. У Брайской области сегодня это 50 человек, супроследовательные лечбы – 80. В основном проблема – это болезнь, это, соответственно, какие-то служебные командировки. Ну и несколько человек было в связи с тем, что они сдавали экзамен в колледже. Мы тоже их зарегистрировали, то есть, в принципе, отказов никому не было. Что до якости проведения централизованного тестирования, то все это оно, что называется на узровне. Организаторы уличывают в опыт попередних годов и весь час удосканавливают процесс сдачи уступных випробований. В целом, надо отметить, что нарушений, как таковых, нет серьезных. Были отдельные недочеты, но в целом прошла компания, вот этот первый этап организован на достойном уровне. Тих, кто решил сдать тест допомогой шпаргалок, у Брестской области не знайшлося. Застаться без сертификата и таким чином махчимости поступить у ВНУ не пожадал никто. Приемные комиссии могут быть уповнены. Абитуриенты Брестской области различовали только на властные веды. Наверное, здесь сыграла и достаточно хорошая профилактическая работа. Тем не менее, было пару таких моментов, где детям становилось плохо. Пару случаев таких было, но они будут иметь возможность сдать тесты в резервные дни. Нагадываем резервовые дни проходжения централизованного тестирования в Белорусском державном университете 6, 8 и 10 липеня. Ирина Корольченко, Владимир Казаков, Телерадио компания Брест.